Эпикур. Эпикурейство – это такое направление в античной философии, которое продолжает развивать идеологию киренавиков. Значит, эпикурейцы, эпикур, понимают философию как средство решения практических задач. И, следовательно, он мало ценит научное изыскание. Коротко об эпикуре. Эпикур славен тем, что когда он, как все нормальные люди, ходил в школу, учителя не могли ему объяснить слово «хаос» у Гесиода, то есть смысл слова «хаос» у Гесиода. И поэтому он стал философствовать сам. Далее. Эпикур славен несколькими вещами. Первое. Ощущения нельзя опровергнуть. Все можно опровергнуть. Можно опровергать идею идеями, но ощущения не могут опровергать ощущения. Однородное не может опровергать однородное. А неоднородное не может подтверждать неоднородное. Следующая идея эпикуры. Идея о том, что ничто не возникает из ничего. Мир вечен и бесконечен. Нельзя посмотреть на мир со стороны бесконечности. Далее. Сам мир понимается эпикуром как некоторый механизм. В нем, в этом мире нужно устраиваться как можно лучше. Но в отношении самого этого мира не нужно иметь потребность знать что-либо. То есть в мире нужно устроиться лучше, как я сказал. Но для этого не обязательно его знать. Не обязательно знать что-то помимо того, что затрагивает тебя. Твое собственное благополучие. Удовольствие и неудовольствие – это критерии практической истины. Для любого действия человека достаточно восприятия, а не знания. Чувства всегда истины. Чувства всегда правы. Для любого действия достаточно восприятия, а не знания. Теория Бога. Бог, конечно, существует в мире. Он существует в так называемой интермундии. Вот эта интермундия означает, что Бог не вмешивается в дела людей и в дела природы. А раз он не вмешивается, то люди могут сами полагаться на себя и устраивать какие-то дела. Далее. Значит, Эпикур полагает, что счастье, что можно быть счастливым в мире, если есть какой-то смысл. То есть, есть какой-то смысл. То есть, только лишь в мире со смыслом можно быть счастливым. В этом мире есть место для счастья. Счастье, грубо говоря, это вытеснение страдания и беспокойства. Для счастья никто не нуждается ни в чем, кроме себя. Для счастья не надо иметь богов, государства, знания и прочее. Я хотел бы, чтобы помнили всегда о так называемой лестнице Эпикура. Лестница Эпикура стоит в том, что люди, что, конечно, жить без удовольствия совершенно невозможно, но правило Эпикура состоит в том, что получать удовольствие нужно так, чтобы в каждый последующий момент ты еще мог получать это удовольствие. Не нужно получать все удовольствия сразу, потому что потом будет просто смутная, скучная жизнь. Так вот, ощущение плюс пролепсис, плюс чувственные удовольствия и страдания указывают на очевидное, указывают на прямое воздействие на нас реальности. Затем я хочу сказать, что Эпикур говорил уже не только о удовольствиях телесных, но и о удовольствиях душевных. И я могу даже сказать еще, что лучшее, большее, но самое сильное наслаждение – это наслаждение покоем. Покой. То есть покой – это промежуточное состояние, в котором нет страдания. Покой для Эпикура – это предельная граница счастья. Каждый человек должен уметь выбирать удовольствие без страданий. Отсутствие телесного страдания он называет апонией, а вот невозмутимость души – атораксией. Согласно Эпикуру, удовольствия могут быть естественными и необходимыми. Они естественными, значит, удовольствия бывают естественными и необходимыми. А также бывают естественными, но не необходимыми. А также неестественными и не необходимыми. Так вот, согласно Эпикуру, мудрец будет счастлив и на дыбе. Далее. Эпикуру советует не уклоняться от жизни и не бояться смерти, ибо пока мы живем, – говорил он, – смерти нет, а когда она есть, нас нет. Бесстрастность не нуждается в удовольствии. Удовольствие – это начало и конец счастливой жизни. Удовольствие может быть злом, а зло может приносить удовольствие. И вот каждому нужно еще выбрать, вот, либо удовольствие, которое ведет козлу, либо зло, которое ведет к удовольствию. Если бы не было удовольствия по Эпикуру от еды, питья, любви, мудрости, то зачем тогда нужно было бы людям жить? И что тогда было бы благо? Вот некоторые обвиняли Эпикура в том, что он человек безудержный, страстный, что он в этой жизни… Ну, Эпиктет, во всяком случае, говорил так. Эпиктет вообще называл его развратником. Мол, этот Эпикур два раза в день переедал, его рвало с перекорма. Вот, хотя он был телом чах, что он занимался только ГТРами, вот, и прочее, прочее. Так вот, так вот, все-таки, на мой взгляд, Эпикур – это человек, который больше занимался, больше занимался атораксией. Вот, как бы, состоянием невозмутимости души. Резюме. Космогония – он атомист. Мир состоит из атомов и пустоты. Второе. Мир Эпикура допускает свободу, потому что физическое устройство мира по Эпикуру таково, что в нем атомы могут отклоняться от прямой линии. Падая, они отклоняются от прямой линии. Вот это отклонение, вот эта случайность делает возможным свободу. Второе. Значит, Бог есть, но он не вмешивается. Раз он не вмешивается, то люди автономно, люди должны сами позаботиться о себе. Третье. Удовольствие, чувства не обманывают, обманывает мышление. Ошибки порождаются рассуждениями. Следующий тезис. Удовольствие и неудовольствие – это критерии истины, критерии знания, критерии жизни, критерии блага. Удовольствие может вести к злу. Как я говорил, зло может вести к удовольствию, и нужно выбирать, что ты предпочитаешь. И последнее. Мудрец может быть счастлив и на Бибе. Вот такова короткая философия эпикмора. Теперь о неоплатониках. Неоплатоники. Неоплатониками заканчивается античная философия. К неоплатоникам относятся Платин, Прокл, Ямлих, Порфирий. Поговорим о Платине. Платин – это 200-й год нашей эры. Платин – это Теософ или Теософ. Что это означает? Означает, что Платин занимался философией, грубо говоря, Бога. Он сам из Египта, Александрии. Он и Оригин учились у одного учителя, у Аммония. Но если у Аммония, если Оригин – учитель христианской церкви, то Платин – язычник. Коротко о Платине. Платин славен тем, что, во-первых, он подслеповат. То есть у него было слабое зрение, он практически был слеп. Во-вторых, в детстве он Платин до 8 лет сосал женскую грудь. То есть 8-летним мальчиком. В 40 лет стал философом. С 28 до 40 лет учился. Получил хорошее воспитание. Обладал особой проницательностью. Значит, коротко говоря, идея Платина состояла в том, что состояла в следующем. Он полагал, что в мире есть то, что соединяет нас с Богом, с сверхчувственным миром. И соединяет нас душа. То есть душа, согласно Платину, соединяет нас с сверхчувственным миром. Только она и ценна. Душа грязна. Почему? Потому что она отпала от сверхчувственного мира и оказалась в теле. Так вот, теперь ей нужно как бы вернуться к умопостигаемому. Так вот, вот это возвращение. То есть душа ценна тем, что это единственное, что позволяет нам вернуться к божественному, умопостигаемому. Без души мы можем заблудиться, остаться в мире повседневном, грязном. И вот не найти дороги единого. Следующая проблема. Как из единого вывести многое? И как многое привести к единству? Согласно Платину, есть люди, которые могут вернуться к единому, и которые не могут вернуться к единому. Те, которые могут узнать свою мать, хотя воспитывали их другие, те могут вернуться. И могут вернуться, если у них есть душа. Душа узнает. Форму дает душе нус. Единое, согласно Платину, это то, что не распадает на множество. Это некие атомы, простейшие. Все непростое, говорит Платин, состоит из простого. Простое не может быть предикантом, сказуемым. Оно может быть только подлежащим. А это местоимение, это я. А у я нет границы. У простого нет определения. Оно самодавлеет. Оно ни из чего не состоит и ни в чем не нуждается. Самодавление – это некоторое благо для другого. Есть два способа постижения единого, постижения вообще познания, чувства и ум. Но категории ума неприложимы к единому. Еще возможно созерцание, а не развлечение. Сосредоточенность на познаваемом. Слияние с единым. Собранность. Единое как бы переливается через край, согласно Платину. Эманирует, порождает другое бытие. Но само по себе единое всегда полно. Вот это его изливание и одновременно полнота будет называться эманацией. Первое, что рождает единый ум, то, что ближе к совершенному, по Платину, всегда совершеннее того, что дальше стоит от совершенного. И производимое ниже производящего. Так возникает множественность. Душа человека находится на грани мира божественного и чувственного. Время от времени душу нужно чистить, очищать душу от земли. И вот это очищение затем заканчивается экстатическим соединением с единым, с божеством. Далее. Если единое во всем обязано себе, то почему оно не остается в себе, говорил Платин? Потому что оно творит себя, и это одна активность, потому что то, что творит другое, это другая активность. Далее. Согласно эманации, нет жесткой границы между душой и телом. Платин понимает душу как оконечность тела. Повторяю, между ними, между душой и телом, нет большого различия. Не надо, говорил Платин, противопоставлять телу и душу. Тело – это ослабление потенции единого, ее изнеможение. Она обделена благом. Материя – зло. Зло, как отсутствие добра. Материя, повторяю, это оконечность, кромка, маргиналия души. Вот таковы коротко представления о Платине. Зачем я должен сказать о Порфирии? Порфирий жил в третьем веке нашей эры. Порфирий – ученик Платина. Человек депрессивный, он даже когда-то хотел убить себя, написал работу против христиан. Я не могу сказать, что у Порфирия есть что-то очень важное для философии. Затем был ученик Порфирия Ямлих. Он жил уже в четвертом веке нашей эры. Сирийц. Ямлих хотел восстановить олимпийскую религию греков, их многобожие. Хотел постигнуть суть теоргии, жертвоприношения, молитвы. Но более всего известен, конечно, Прокл. Прокл – это такой неоплатоник V века нашей эры. Жил в Афинах. Жены у него не было. Он упастился. И был вообще тем, что сегодня бы назвали экстрасенсом. Прокл славен тем, что он придумал триады. Триады – это как бы тот ритм, которому подчиняется жизнь, подчиняется душа и тело. Первая часть этой триады – это пребывание в себе. Пребывание в себе он поясняет как причину, всякую причину, как атом. Или то же самое – наличие. Пребывание в себе – это отец, потенция. Вот, повторяю, вот эти вот слова, как потенция, отец, наличие, атом, причина – все они соотносятся с пребыванием к себе. Но на пребывание в себе дело не заканчивается. Пребывание в себе снимается, заменяется выхождением из себя, эманацией за свои пределы. Переход из единства во множество – это и есть выхождение единого из себя. Это и есть начало делимости. А поскольку это начало делимости, постольку это как бы материнская такая линия, постольку это не причина, а энергия. После выхождения в себя нужно еще не забыть вернуться к себе. То есть третья часть триады – это возвращение из инобытия в себя. Или то же самое – возвышение из множества. Возвышение из множества в расчлененное единство, в эйдос, в единораздельную сущность. Согласно Прокну, ум бывает интеллигибельный, мыслимый, и тогда ум делает себя предметом самого себя. Ум мыслящий – это вторая стадия. Это ум, который выходит из себя и мыслит себя. А третья стадия – ума. Это возвращение ума к себе. Вот это возвращение ума к себе называется тождеством бытия и мышления. Есть души, которые способны созерцать многие идеи сразу. Есть души, которые способны восходить только к одной идее. Первые души – между умом, которые все объемлет единым взором. Вторые души – это души, которые способны восходить только к одной идее. Еще я могу сказать, что у Прокла была, конечно, феноменальная память. Феноменальная память. Ну и закончу тему неоплатоников тем, что скажу, что в VI веке или в 529 году декретом императора Ящиниана была закрыта Платоновская академия в Афинах, ну и тем самым закончилась античная философия. Вот этим декретом Ящиниана. Значит, резюмирую. Говоря о наиоплатониках, нужно иметь в виду, первое, что они полагали единое, что это единое, в отличие от христианства, не было личностью, оно было безликиным. Второе, что это единое, эманировало, ну, как бы, производило некие развлеченности эманацией, так даже как христиане будут говорить о креационизме, творении из ничего. Так вот, наиоплатонике говорят об эманации. Эманация полагает, что единое, истекает, не убывая. Так появляется ум, дух, душа, тело. Следующее. Неоплатоники славны тем, что я на это обращаю внимание, никогда не говорили о жестком различии между душой и телом. Это в античной культуре ранее. Это во времена, там, допустим, Аристотель, или Сократ, или Платон, полагали, что тело темнится души. Наиоплатоники склонны видеть в теле некую оконечность души. То, между чем, нет жесткой и резкой границы. Вот это вот специфические особенности, которые желательно было бы запомнить. Теперь займемся возрождением. Ну, возрождение. Возрождение – это термин, появившийся в XIX веке уборка карта. Означал он воскрешение, возвращение, обновление, ну, возвращение, понятно, контичности. Затем я бы хотел сказать, что в это же время возрождения, это и время гуманизма. Гуманизм – термин нитхаммера. Гуманитас – для римлян тоже, что по идее для греков, то есть воспитание и образование человека. Первый гуманист – Петрарка. Ну, они не мало что дали в философии. Вот они были славны тем, что изучали греческий, ну, и хотели вернуться, возродить, реанимировать греческую литературу. Итак, возрождение мы начнем с Петрарки. Петрарка – это XIV-XV века. Сын нотариуса. Петрарка учился на юрфаке, затем бросил. Он вообще, как бы, проводил время вне официальных центров учености. В каком-то смысле недоучком. Еще, если в античные времена было всего семь мудрецов, то уже в эпоху Возрождения, в XIV-м веке, появились толпы ученых. И эти ученые крутились, ну, жили около богатых домов, около тиранов. Степеней, правда, тогда не было, хотя они, хотя все они называли себя философами. И вот Петрарка пишет письма, эпистолы своим сторонникам в Европе. Ну, у него было человек сто этих сторонников по всей Европе. И он, собственно, первый гуманист. Да, говорил Петрарка, я не доучка, не вежа. Вот. Но у меня хорошая библиотека, я знаток античности, я новый человек, у меня новое знание. Вот слово «я» и, собственно, и отличает Петрарку от средних веков. Однажды, анекдот, однажды Сократ увидел красивого мальчика, мальчик молчал. Сократ сказал ему, заговори, заговори, чтобы я тебя увидел, через слово человеческое лицо становится прекрасным. Вот так и Петрарка. Петрарка заговорил и вот с тем, чтобы человечество увидело, какое у него прекрасное лицо. Собственно говоря, Петрарка как бы обратил внимание на то, что важно, что у человека внутри. внутри. Именно тем, что у него внутри, определяется его место в мире и его достоинство. Достоинства человека не равны его генеалогии, его происхождению. Нужны каждому, нужны личные дела. Не аскеза, а стремление к славе. Не бессмертная душа, а бессмертные имена. Вот этими тезисами, вот этими идеями Петрарка собственно и служит таким началом прото-ренессанса или даже ренессанса XIV века. Следующее Данте. Данте. Я Данте XIII-XIV века. Я процитирую следующий кусочек из божественной комедии Данте, который будет указывать на то, что совершился переход от средних веков к новому миру, к возрождению. Эти строчки такие. О, братья! Так сказал я на закате пришедшим пришедшие дороги многотрудной. Тот малый срок, пока еще не спят земные чувства, их остаток скудный, отдайте постижи ненавизны, чтоб солнцу вслед увидеть мир безлюдный. Подумайте о том, чьи сыны, вы созданы не для животной доли, но к доблести и знанию рождены. я хочу обратить внимание в этих стихах на следующие строки. Во-первых, постижи ненавизны. Никому в голову не приходило в средние века заниматься новизной, потому что новизна это была не священная корова. Никто не хотел, мало кто хотел быть автором, с тем, что на него обратили внимание. Так вот, здесь Данте предлагает постижение и новизну как программу, как проект новой жизни человека. Дальше. Следующие слова. Вы созданы не для животной доли, но к доблести и знанию. То есть, ну, понятно, что в средние века мы созданы для того, чтобы служить Богу, к Богу. Здесь Бог заменен доблестью и знаниями. То есть, от Бога в центре к человеку в центре мира вот в чем смысл произошедшего поворота возрождения, фиксируемого Данте. И это будет называться гуманизмом. Христианская антропология полагала, что есть человек, есть грех, искупление, спасение, Бог. А в возрождении вот Данте полагает, что Бог-то там, а мы-то здесь, в этом мире, и мы отделены, и Бог не равен миру. И что человек на земле выше всей. Он как бы рожден творцом, властелином всего, что создано на земле. Так вот, гуманистическая антропология приравнивает Бога к миру. Если у Петра была Лаура, у Данте была Беатрича, ну, это я напоминаю, ну, вот, в смысле их любви. Дальше. Божественная комедия указывает на то, что, как и у Птолемея, земля в центре находится, что у нее есть семь сфер подвижного, и подвижных, и одна неподвижная, еще плюс одна, это девятое небо, которое за неподвижной сферой находится, а человек посреди нетленного и нетленного, и одно вне зависимости от другого. Данте полагает, как бы, наличие двух видов блаженства, земного и небесного. И отсюда он говорит, что, конечно, небесное блаженство, это очень хорошее блаженство, но хотелось бы еще и земного. Вот, но для вот этого земного подвига, для тяги к земному нужно освободить человека, освободить вот этой тяги к небесному не аскеза и уход от земли, а достижение высшего земного предела совершенства. Вот цель, задача и проект в жизни практикуемой Данте. Я могу сразу сказать, что вот эти идеи послужили как бы такому титанизму так называемому возрожденческому, но они также послужили и оборот и послужили и образование так называемой оборотной стороны титанизма. Оборотная сторона титанизма возрожденческого это аморализм. Я уже сказал, что у того и у другого у Данте и у Петра и у Данте была соответственно Лаура и Беатричи. Так вот, я напомню, что во времена возрождения священники стали быть просто священниками. Священники уже содержат лавки, кабаки, публичные дома, хотя издавались декреты запрещающие это, что устраивались оргии монахинь, что около монастырей в стоках нечистоты в разных стоках находились скелеты в детей их, что сын папы Борджа устраивал оргии проституток, что герцог Альфонс гулял по Милану голым. Тут титанизм проявляется и в том, что в 15 веке в Италии не будет разницы между женщинами и кортизанками, потому что все уже имели незаконных детей, и папы, и князья, и гуманисты. у знаменитого Никола Достье было 300 незаконно рожненных детей, а папа Александр VI, 60-летний папа, родил с 17-летней девочкой с себе потом ребенком. гуманисты любили книгу Гермафродит, переполненную непристойностями. Это книга Панормиты. Панормиты. Они продвигали своих детей. Вот служители церкви способствовали тому, чтобы их дети уже в 12 лет становились кардиналами. В Риме 1490-го года насчитывалось 6 тысяч официально 800 проституток. В Венеции 11 тысяч. Устраивались издевательства над ними в опуху возрождения. Людей травили ядом. И Пикаделло Мирандолло, и Медичи, канданьеры, наемники, убийцы захватывали города, брали дань. Они как звери разбивали головы монахинь монастырские стены, рвали собаками, закапывали живыми, заставляли есть, как наказание заставляли есть зайца живьем. Леонардо да Винчи жил у конданьера. И так дальше. Вот это все, что я перечислял, относится к оборотной стороне титанизма. Теперь вернемся. Итак, резюмирую. Я сказал о том, что возрождение начинается в 13 веке. Это непринятая точка зрения. Обычно 13 веком называют проторенессанс. Я называю ренессансом. И у начала ренессанса Данте и Петра Кобакаччо. Затем далее я хотел обратить внимание на Салютати. Салютати неактивную. Созрцательную. Так вот, жизнь должна быть активной. Согласно Салютати, затворник Павел менее дорог к христианству, чем деятельный Авраам. Вот деятельный Авраам, это правильно. А Павел затворник менее дорог к Христу. То бишь Салютати говорил людям не становитесь отшельниками, не скрывайтесь в изоляции. Богу угоден тот, у кого 12 сыновей, 2 жены, стадо баранов, а не какой-нибудь там Макарий египетский, вскрывшись там в пещерах. Вот это идеология Салютати. Не святой, повторяю. Авраам угоден Богу. Затем я бы хотел сказать немножко о Лоренце Валла. Лоренце Валла, 15 век. Он в Италии возобновляет эпикуреизм, эпикурейство. Теория наслаждения, конечно, она касается не только тела, но и духа, впрочем, как и у эпикуры. И потому, согласно Лоренце Валла, ни от чего нельзя отказываться. Откажемся, погубим наслаждение души в раю. Затем я бы коротко хотел сказать о Пико Делла Мирандолу. Пико Делла Мирандолу жив в 15 веке. Идеи его таковы. Конечно, Пико Делла Мирандолу занимал человек. Человек это вообще чудо. Человек есть великое чудо, ибо все определено быть тем, что оно есть. То бишь, лев может быть львом, собака собакой, а человек не определен тем, что он должен быть. Человек на границе. Раз на границе, то, как я сказал, его свойства не предопределены, но заданы так, что он, человек, сам лепит свой образ согласно заранее в выбранной форме. Он самополагает себя. В нем есть семя любой жизни. Он никто. И он может быть все. И небесный, и земной, и смертный, и бессмертный. Монтейн. Монтейн родился в 16 веке и жив. Он известен своими опытами. Монтейн много рассуждал о том, как нужно жить человеку для того, чтобы быть счастливым. Во-первых, для этого нужно отказаться от истины. Монтейн рассказывает о художнике, который не мог изобразить пену на губах лошади, ибо он не умел ее нарисовать. И вот, когда художник в ярости бросает кисть, то, собственно, она и нарисовалась эта пена. Отказом от истины он достиг цели. Приостанавливая суждение, люди находят спокойствие. Человек, конечно, может быть и несчастен, но его величие состоит в обыкновенности, посредственности. Поэтому Монтейн как бы пропагандирует право на банальность. Никто не может быть мудрецом, если не имеет собственной мудрости. Монтейн говорит «Да, жизни». Далее. Никола Кузанский, это уже Германия, 15 век, написал об ученом незнании, неоплатоник отчасти. Обычно мы понимаем, что наука работает так. Неизвестное определяется через известное, а неопределенное через определенное. Хорошо, говорит Кузанский, а как быть бесконечностью? Мы-то сами конечны. Бесконечное, согласно Кузанскому, непредставимо ни в какой пропорции. А раз оно непредставимо, то возникают ученые незнания. В бесконечности, конечно, все совпадает, все противоположности. Поэтому бесконечность не может мыслиться бинарно, для него нет пары. Что значит совпадают в бесконечности и противоположности? Это означает первое. Если мы помыслим количество максимально большое и максимально мало, а потом отвлечемся от количества, то останется совпадение максимума и минимума. Или что то же самое. Мы увидим, что круг это прямая, а любая точка это центр. Мы увидим, что восприятие всегда утвердительное, положительное, оно предполагает присутствие, а рацию утверждается через отрицание. Одно утверждает, другое отрицает. Значит, за ум интуиции отождествляют противоположности. Бог содержит все как множество, как то, что содержит все числа. Бог во всех вещах то, что они есть. В этом смысл его пантеизма. Все во всем. Далее я бы хотел сказать о том, что Кузанский понимает человека как некоторым микрокосом, как то, что включает в себя образы всех вещей. И поэтому Кузанский говорит, человека можно понимать как Бога, но человеческого Бога. Человек есть мир, человеческий мир, тогда как Бог есть Бог ангелов и так дальше. Далее. Никола Маккавелли 15-16 века написал «Государь. История Флоренции». Никола Маккавелли хочу сказать только лишь о Николе Маккавелли хочу сказать следующее. Никола Маккавелли относится к тем авторам, которые освобождают политика от морали. Политик и мораль несовместимы. Служение государству цель жизни людей. И вот когда ты служишь государству, согласно Маккавелли все средства дозволены для достижения политических целей. Как официальное лицо политик может не считаться с моралью. Вот на это я хотел бы обратить внимание. На аморализм Маккавелли. Далее. Зачем я бы теперь хотел сказать немножечко еще и о конце возрождения. Ну я бы мог еще упомянуть о Томасе Море 15-16 века. Вот Томас Мор славен тем, что он придумал такое слово как утопия. То ничего нет места. Я бы мог упомянуть еще и Томасо Кампанело Это 6-7 и 17-е уже века который написал «Город Солнце» и который говорил что «быть значит знать, а знать значит быть, а знаю то, что есть». Познавать согласно Кампанеле значит впадать в безумие, то есть отказываться от собственного бытие так вот я бы хотел поговорить немножечко теперь о кризисе возрождения а его конце заканчивается возрождение кризис возрождения уже шестнадцатый век например арабле вот арабле напомню о том что на вратах телемского аббатство написано делай что хочешь я бы сказал что в это время меняется представление но позднего возражения меняется представление о красоте красота это уже не свойство мира или природы это лоренцо вала говорил кто не смаз хваляет красоту тот слеп ведь красота теперь как бы начинает переинтерпретироваться ведь это тогда когда красота свойства вещей то тогда надо подражать природе ну а поскольку поскольку есть опять-таки признаешь это тезис о том что красота свойства вещей то тогда конечно на первом месте двигается живопись ведь это вот тут вид из искусства который в большей степени подражает и в этом смысле искусство подражает природе и одновременно познает оно равно науки в конце концов вот в эпоху возрождения кризис переосмысливается красота в том смысле что переосмысливается ну обычно ведь полагалось как красота это гармония пропорции числовые соотношения и что нужно изобразать изображать только художнику красоту природы они уродство жизни нереали идеалисты идеализации добавляли красивость они эту красивую избрали у многу и соединяли в одном и в этом смысле рафаэль идеалист а вот например брейгель уже или брейгель с его картиной слепые это уже кризис ренессанса кризис ренессанса это поздний шекспир это тициан монтейн ведь монтейн я говорил так если в начале то есть монтейн говорю так я напоминаю что если в начале на ренессанса вот как бы словно было обнаженная натура вот ее размеры пропорции гармония то монтейн говорил так тоже мой уродство человеческое раздетый человек слишком явно показывает свои изъяны и недостатки несовершенства что у человека быть больше оснований чем у животных быть одетом прикрыть свое тело вот это уже кризис это уже уже кризис ренессанса или как монтейн говорил мы не знаем красоты искусств искусство становится забавой игрой она не обладает какой-то полезностью какими-то познавательными функциями или нравственными функциями я бы напомнил что вот этот кризис ренессанса это есть кризис человека то есть человек уже стыдится самого себя человек не центр человек слишком несовершенен чтобы претендовать на управление миром вот в картинах в картинах эль-грека эти грека вообще завешиваю завесил окна чтобы свет не мешал его душе потому что потому что ведь то что видишь в душе более важно нежели то что видят глаза там в мире в природе и так дальше вот приблизительно значит не так резюме вот приблизительно на его философия и как бы история возрождения то бишь философия возрождения как начинается мир с центром в человеке с центром с человеком в центре и как заканчивается этот мир заканчивается он как я уже говорил сожжением джордану бруно вот на мой взгляд когда сожгу джордана бруно это 1600 год тогда и закончится возрождение и начнется новое время обзад